Когда я вырос, я хочу быть пожарным, бодериной, строительным. Я хочу стать переводчиком. Сейчас мне нравится просто все работать. Павел, можно сказать, вы занимаетесь тем, что предсказываете, какие профессии исчезнут в ближайшее время, или, как вы говорите, выйдут на пенсию. Скажите, так кого уже совсем скоро ожидает заслуженный отдых? Уже к 2020 году на пенсию будут выходить такие профессии, как билетер, или оператор колл-центра, или вахтер, турагент. И многие другие. Как же мы без вахтеров-то? Что-то появится на месте этих профессий? В ближайшие годы в России появится более 100 новых профессий. Знать от них это ключ к успеху. Мы в рамках нашего исследования как раз эти профессии изучали, и сегодня мы вам о них расскажем. Проект «Атлас новых профессий». Основатель – Лукша Павел Олегович. Суть – создание альманаха перспективных отраслей и профессий на ближайшие 20 лет. С его помощью молодые люди смогут выбрать интересующее их занятие и понять, какие учебные заведения нужно окончить, чтобы получить желаемую профессию. Павел, объясните на конкретном примере, как одни профессии сменяют другие. Пример из транспортной отрасли. С одной стороны, из прошлого можем вспомнить, как появились автомобили, и как автомобили стремительно вытеснили профессию кучера и все сопровождающие профессии. В современной транспортной отрасли примерно то же самое происходит с профессией машиниста. Уже в ближайшие годы появятся и будут активно использоваться различного рода беспилотные решения, которые позволяют транспортным средствам перемещаться без участия человека. То есть диспетчеры вот этого самого беспилотного движения – это будет востребованная профессия будущего. А подобные изменения, они происходят во всех отраслях? В той или иной степени практически везде. Где-то мы видим, что эти изменения идут очень быстро, например, в информационных технологиях год-два, и уже нужно учить новые языки, ознакомиться с новыми операционными системами и так далее. В других, как, допустим, в электроэнергетике или в транспорте, до недавнего времени циклы смены технологий были достаточно медленными, но сейчас и в них тоже идет ускорение. А сколько, в принципе, отраслей вы посмотрели, изучили, чтобы составить атлас новых профессий? Сейчас мы изучили 20 отраслей, в нашем списке 140 профессий. Этот список пока не полный, мы еще пока не рассмотрели несколько очень важных отраслей, и в ближайшее время планируем подготовку второй редакции, где эти новые отрасли будут достроены. Завтрашний день дает нам новые профессии, о которых мы сегодня можем только догадываться. Всего в атласе предусматривается 19 профессий по транспортному комплексу. Мы, конечно, не можем сказать, что однозначно все эти профессии найдут себя, но смысл, который заложен в основу этой идеи, он абсолютно понятен. Все это требует особых знаний, которые атлас новых профессий предусматривает. Атлас полезен сразу нескольким заинтересованным сторонам. Благодаря ему представители различных отраслей узнают, какие профессии у них могут исчезнуть, а какие появятся в ближайшее время. ВУЗы понимают, каким специальностям уделять особое внимание, но главная задача атласа, чтобы молодые люди знали, с какой профессией связать свое будущее. Павел, в своем атласе вы предсказываете, какие профессии появятся, а какие исчезнут в ближайшее время. В том числе вы утверждаете, что во многих отраслях человека заменит машина. А давайте проверим, насколько точны ваши предсказания. Мы находимся на первом этаже вашего офиса, прямо перед лифтом. Кстати, лифтер, если верить атласу, тоже вымирающая профессия. Ну а вашим заданием будет угадать, кто сегодня победит в противостоянии человек-машина. То есть, кто быстрее поднимется на четвертый этаж. Профессиональный спортсмен по лестнице или вот этот самый лифт, на котором мы с вами и поедем. Какие у вас варианты? Я думаю, что профессиональный спортсмен. Павел, ну что, давайте проверим ваш прогноз. Давайте. Поехали. А откуда вы берете данные, какие профессии появятся, какие исчезнут в ближайшее время? Другими словами, как вы составляете атлас? Мы опрашиваем, в первую очередь, технических специалистов отрасли, инженеров о том, какие новые технологии, новые типы деятельности они видят в будущем. Допустим, если появляется робототехника, которая активно будет использоваться в той или иной сфере. Мы не просто говорим, что эта робототехника появится. Вопрос, когда? А я правильно понимаю, что есть некая закономерность, в каких именно профессиях человека в первую очередь заменит автоматика? Закономерность действительно есть. Я вот даже могу своего рода схему нарисовать. Есть специалисты, ну скажем так, очень дешевые. Их невыгодно заменять. Их сейчас пока невыгодно заменять. Есть специалисты высококлассные, которые обладают сложными знаниями, сложные навыки. Как правило, это еще люди творческие. И вот эта машина никогда или в очень отдаленном будущем только сможет делать. Есть средняя зона. Вот люди, которые уже имеют сложный навык, но этот навык, тем не менее, рутинный. Да, секретарь, оператор колл-центра. Первые, кто оказывается под угрозой автоматизации, это вот эти люди. Мне всегда казалось, что журналистика творческая профессия. То есть как раз относится к третьему уровню по вашей шкале. Но в атласе она почему-то значится вымирающей. Журналисты журналистам рознь. Есть задачи написания новостей. Особенно если речь идет о новостях с финансовых рынков или спортивных новостей. Как ни странно, уже сейчас программы эту задачу делают более эффективно. И крупнейшие новостные агентства стали использовать журналистов-роботов. А вот авторская журналистика, это скорее перспективная область. И скорее всего журналистика станет все больше авторской, все больше журналистика от первого лица. В рамках атласа у нас используется разделение на два горизонта. Многие на это внимания не обращают. Но на самом деле это достаточно важный фактор, что есть профессии, которые уже востребованы, только выходят на рынок. Есть более дальний горизонт, то, что мы условно можем назвать научной фантастикой. Ну, например, активное использование искусственного интеллекта в энергетике. И, думая о выборе профессии, люди, с одной стороны, должны ориентироваться на то, что уже реально существует как спрос на рынке. С другой стороны, важно смотреть на то, куда развивается ситуация. То есть думать про то, какие профессии там, за горизонтом, условно, 20-го года. Как думаете, нас уже обгоняют? Я думаю, что пока обгоняют. Я думаю, что не без шансов. О, четвертый этаж, быстро мы. Я так понимаю, что ваша цель не только показать, какие профессии появятся в ближайшем будущем, так? Наша цель в каком смысле более глобальна. Мы хотим, чтобы те люди, которые будут читать этот атлас, задумались о том, а что же будет там в будущем происходить. С одной стороны, и работодатели, и университеты могут способствовать тому, чтобы наша экономика стала более современной. И в этом смысле мы им говорим о том, что, ребята, задумайтесь, насколько ваши нынешние специалисты конкурентны. А с другой стороны, мы хотим, чтобы те абитуриенты, которые сейчас выбирают карьерную траекторию, подходили к этому более осознанно. В том числе и для этого вы создаете свой сайт, который, как вы говорите, станет своеобразным навигатором образования. Ну да, в течение года начнет появляться инструментарий, который позволит людям самостоятельно собирать вот эти траектории своего развития. А где сейчас можно почитать сам атлас новых профессий? Он есть в интернете, и в ограниченном количестве агентства стратегических инициатив его печатает и распространяет. Мы понимаем, что запрос общества гораздо больше, и поэтому мы тоже рассчитываем, что, может быть, мы сможем напечатать большее количество копий этого атласа. И в этом смысле это станет продуктом широкого пользования. Основная цель этого атласа – это заставить ребят задуматься, что, может быть, те профессии, которые сейчас кажутся очень привлекательными, они не всегда будут востребованы в будущем. А некоторые профессии, которые сейчас кажутся совершенно странными и не очень понятными, они будут расти в будущем. Это не прогноз научной рынка труда, это не каталог профессий, не классификатор. Это иллюстрация ярких точек профессий будущего единичной. Он не охватывает все сферы. Атлас дает не просто знания о том, какие профессии будут актуальны через несколько лет, в нем есть и конкретные рекомендации. В какие вузы можно идти, чтобы получить базовое образование в требуемой отрасли, и какие основные работодатели уже есть на российском рынке в данной сфере. Таким образом, можно сказать, получается пошаговая инструкция по созданию будущей карьеры. Наша задача – готовить таких специалистов, которые потребуются завтра. И поэтому атлас новых профессий оказался для нас очень ценной находкой. С ним познакомились студенты, дальше каждый из них выбрал такую профессию, которая ему больше всего нравится, и эта профессия явилась темой его студенческой работы. Задача студентов – это придумать систему институционализации данной профессии в социуме. А кто создавал атлас новых профессий? Сколько человек в вашей команде? Ядро нашей команды достаточно небольшое, примерно 3-4 человека. Мы считаем своего рода соавторами этого проекта всех тех участников наших дискуссий, с которыми мы проводили обсуждения. Их было порядка 2,5 тысяч специалистов из этих 20 отраслей. Это продукт именно множества участников наших форсайд-сессий. А во сколько обошлось создание атласа? У нас вообще не было бюджета. То есть это была наша инициатива, и мы постарались своих собственных ресурсов, из тех возможностей, которые у нас были, постепенно собрать этот продукт. А какая ваша конечная цель? Страна сейчас находится на своеобразной развилке. Понятно, что есть и негативные сценарии развития страны, есть позитивные, где она станет конкурентной, сильной экономически, сильной культурно. Ясно, что сырьевая экономика постепенно будет отходить на задний план. Поэтому наша задача повлиять, насколько мы можем, на появление современной и конкурентной экономической среды и тех специалистов, которые могут организовать. Двери медленно открываются. Ого! Ну поздравляю, вы угадали, действительно. Наш спортсмен действительно добрался до финиша первым. И можно сказать, в этом противостоянии человек победил машину. А в ваших предсказаниях по поводу профессии, может быть, тогда рано отдавать пальму первенства технике? Ну, мы считаем, что техника будет замещать тех, кто обладает низкого уровня или среднего уровня навыками. А те, кто профессионалы, те как раз смогут быть лучше, чем машина. Павел, раскройте карты, точнее говоря, свой атлас. Какие профессии ждут нас в ближайшем будущем? Нас ждут довольно разнообразные профессии. И среди них и эковожатый, и менеджер-космодорожник, и разработчик детской робототехники, и проектировщик нейроинтерфейсов. Конечно, мы не можем учесть все профессии, их может быть гораздо больше. Главная задача для нас, чтобы люди начали более внимательно задумываться о том, как меняется мир и в какое будущее они идут. И, несомненно, те, кто прочитает атлас, смогут более осознанно выбирать свой карьерный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова